Всем привет, на связи проект Мабул. Существует некий такой комплекс вопросов, которые встречаются чаще всего. Они из серии, что выбрать, Java или Kotlin, что выбрать, Android и iOS. И вот есть такая холиварная тема, которая мне задают часто. Но на самом деле вопроса никакого нету, просто люди попали под влияние, скажем так, неких блогеров. Ну давайте так, у каждого есть своя цель, никто в интернете просто так ничего не делает. Допустим, взять, если мой канал, целью моего канала является привлечение учеников на мой платный курс. Ну собственно, это глупо отрицать. Но существует ряд таких блогеров, в которых задача, они ничего не продают, но почему-то что-то делают бесплатно. Обычно, кстати говоря, такой подход, он быстро сживает себя. Ну потому что, должен быть какой-то результат и благодарность за твой результат. Так вот, и существует ряд блогеров, которые просто выпендриваются. И преподносят некие, скажем так, нововведения, новые технологии, как то, что нужно применять здесь и сейчас. Так вот, многие люди попадают под влияние таких блогеров. И поэтому задаются таким вопросом, что выбрать? XML, подход с XML или подход с Jetpack Compose? Устраивайтесь поудобнее, сейчас будем разбираться. Целым видео получится короткое, потому что тут особо нечего обсуждать, поэтому что нету даже в принципе выбора никакого. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем, в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android-разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android-разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Мне действительно часто задают вопрос, у вас будут ли уроки по Jetpack Compose, либо что все-таки выбрать, XML или Jetpack Compose. То есть люди в реальной ситуации даже возникают мысли не изучать подход с XML, а сразу идти по подходу Jetpack Compose. Просто из-за того, что они посмотрели видео, в каких-то видео сказали, что это новый подход и он лучше. Но если вы взглянете на подход Jetpack Compose и XML с Kotlin классами, вы увидите, при стандартном подходе у нас экраны делятся на XML верстку, где просто верстка внешний вид и Kotlin класс, где для этого внешнего вида через VueBinding мы прописываем весь функционал. То есть все на своих местах. Подходит Jetpack Compose, у вас и верстка, и функционал, все в одном месте. При этом, как бы это все формируется в виде блоков и нужно соблюдать некие отступы. Ну, это на самом деле на любителя. Мне такой подход вообще не нравится, когда одна каша и все и везде. Это, знаете, некие подобия... Это был подход Jetpack Compose, он был взят у Flutter, у разработки сразу по две платформы, под Android и под iOS, на основе технологии Flutter, да, там в основе лежит язык программирования Dart. Так вот, этот подход был, скажем так, заимствован у Flutter и одинаково начал развиваться и в Android, как Jetpack Compose, да, и в iOS, как SwiftUI. Но в iOS он более продвинутый, более качественно сделан, и там не превращается всю в такую кашу, как превращается в Android. Но, опять же, многие любят этот подход, потому что не нужно с XML возиться. Это на любителя, то есть тут мы не можем спорить, что применять, из-за того, что кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. По моему мнению, он не очень удобен. Мне XML-подход больше нравится, но у каждого может быть свое мнение, и каждый может решать ли я себя. Но все-таки есть несколько моментов, которые позволят вам выбрать подход. Во-первых, вы должны понимать, что Jetpack Compose, он слишком сырой, он только развивается, и его никто в здравом уме не будет сейчас тянуть в реальный проект. Вообще, в реальный бизнес-проект тянут технологию, которая проверена, она не просто появилась, даже самые последние версии не всегда тянут. Тянут, которая хотя бы зарекомендовала себя хотя бы в течение двух лет, и после этого только тянут в рабочий проект. Стабильный подход через Jetpack Compose, он еще далек. Ну, то есть, по факту, есть версии, но по факту никто не будет тянуть сейчас в этот Jetpack Compose в реальный проект, потому что он слишком сырой. И, может быть, начнут тянуть через пару лет. Но, опять же, перед тем, как начнут тянуть, нужно будет переписывать мобильные приложения тем, кому нужно будет. С XML, если вы не знаете XML, вы, как разработчик, не будете цениться. Поэтому, отвечая на вопрос, что выбрать, XML или подход через Jetpack Compose, конечно же, XML, потому что вы будете всегда цениться, вы всегда найдете себе трудоустройство или заказ, потому что вы знаете основную разработку, основной подход разработки к Android приложению. А Compose, если вы не знаете, особо у вас и не будет требовать это, потому что основное требование – это знание именно подхода через XML. Итак, Compose слишком сырой, его в здравом уме сейчас никто не тянет в коммерческую разработку. И изучать, начинать изучение Android-разработки с него – это, по меньшей мере, глупо. Его можно доучивать бонусом, когда вы уже хотя бы изучили основы Android, изучили библиотеку Material Design, умеете работать с базой данных, локально SQLite через библиотеку Room, умеете работать с базой данных на сервере через библиотеку Retrofit, и хотя бы, знаете, одну из библиотек инъекций зависимости, либо Coin, либо Dagger. После этого можете изучать, параллельно смотреть на Jetpack Compose. Но до этого момента, я вам не советую переходить в Jetpack Compose, просто потеряете зря время. На iOS, SwiftUI, он пошел дальше, он более такой хороший, и он более качественно сделан. Но на Android Jetpack Compose еще сыроват. Его не стоит, на него делать никакого упора. Это естественно. Кроме того, я же говорю, что без XML вы не войдете в Android-разработку. Нужно обязательно XML-подход знать. И когда только, как я сказал ранее, Jetpack Compose начнет внедряться, нужны будут программисты, которые разбираются в XML, чтобы переписать подход с XML на подход через Jetpack Compose. Поэтому однозначно, в ближайшие два года мы не начинаем Jetpack Compose, и даже потом не начинаем Jetpack Compose. Нужно начинать именно с изучения Android-разработки через подход с XML. Это основа, это всегда будет требоваться, это всегда спрашивается, и это полезно знать, потому что без этого вы не сможете ничего сделать в Android-разработке. Поэтому это очень глупый вопрос, он даже глупее, чем что выбрать, Java или Kotlin. Вы пытаетесь найти легкий путь, легкого в пути нет. Есть стандартный путь, который начинается с XML-верстки. Не выдумывайте себе велосипед, берите, идите по нормальной протоптанной дороге, через XML-взучение, XML-верстки. Ну вот такое короткое видео получилось сегодня. На сегодня у меня все, с вами был проект Mabu. Кто хочет стать быстро Android-разработчиком, оперативно, качественно, и не тратить время на изучение ненужных технологий, а быстро вкатиться, то приглашаю к себе на курс. Ссылка на курс в описании под видео. На сегодня у меня все, всем пока!